Я хочу отрастить усы, но девушки говорят, что они мешают славаться. Так ли это? Какая работа в вашей жизни вам понравилась меньше всего? Что самое необычное находилось у вас в дамской сумочке? Что это было? На последний вопрос Татьяна Юхнович ответила дрель. Строительными вопросами стильная дама занимается и по сей день. Но, надо сказать, оригинальных вопросов, как и ответов на них, было много. Идея позвать Татьяну в качестве героини возникла у культорганизатора колледжа связи Елены Сигневской, которая знает Татьяну еще со школьных лет. На вопрос, как бы ты охарактеризовала себя одним словом, Татьяна ответила просто – настоящая. По восторженным лицам и дружеской обстановке было понятно – героиня сразу нашла общий язык с юной аудиторией. Сейчас же бизнес-проекты молодых, они приветствуются государством, идут всевозможные конкурсы по этой программе. 15-й год – год молодежи, а Таня молода, успешна, перспективна. Поэтому почему бы нет, почему бы не она герой такой программы, если в политике государства сейчас такая идет струя. У меня есть подруга лучшая, она тоже любит всем делать прически. Я, знаете, тоже мечтаю, чтобы она стала похожа на Татьяну. Сгусток энергии. Так назвала Татьяна Юхнович ее школьная учительница. За хрупкой внешностью скрывается настоящая бизнес-леди. Учредитель двух парикмахерских салонов «Хай-фай» и «Супер-Хай-фай». А все началось с того, что, окончив 9 классов, вопреки воле родителей и следуя зову своего сердца, вчерашняя школьница решила посвятить себя парикмахерскому искусству. И сегодня ее детище – это то место, где чудо-парикмахеры приложат все усилия, чтобы, глядя в зеркало, клиент почувствовал себя счастливым. О своих достижениях Татьяна говорит скромно. Бог дает всем одинаковые руки, ноги, голову. Просто кто-то немножко другой дорожкой идет, кто-то ставит другие цели. Ну, это стечение обстоятельств. Кстати, на протяжении игры вопросы о бизнесе звучали достаточно часто. И по мнению Татьяны, именно они были одними из самых сложных. Интересовало участников мероприятия, как парикмахер справляется с домашними делами. Ведь кроме того, что Татьяна бизнес-леди, она еще и мама четырех малышей, двух сыновей и двух очаровательных дочек, одна из которых приемная, но очень родная. Увидев Марину в Кобринском детском доме, наша героиня не смогла ее забыть. И через некоторое время девчушка оказалась в ее семье. В Кобринский детский дом Татьяна едет и сегодня. Делать детям прически и дарить так им необходимое тепло и внимание. Это, наверное, идет из семьи, потому что наша семья всегда помогала всем, в чем только можно, кто бы зачем не обращался, всегда родители были первыми в первых рядах в помощь. Это моя жизнь, и никто лучше меня ее не проживет. Слова героини, которые стали девизом и помогли ей стать тем, кем она сейчас является. Настоящим профессионалом своего дела, любящей и любимой мамой и надежным другом. И глядя на блеск в глазах Татьяны, сомнений нет, что список ее личных достижений будет пополняться.